Привет, друзья, с вами Вайми, и это мой очередной подкаст, и я вообще хотел сделать его еще там пару недель назад, но вышел Пое, и, в общем-то, у меня с этим выходом Пое еще разной другой фигней, ну, апдейт на Пое, естественно, с этим всем у меня просто не было времени на то, чтобы сделать подкаст, да. Да, но, в общем, теперь время немножко появилось, все как-то устаканилось в плане того, что, в общем, я перестал делать, записывать миллионы Пое и играть в миллионы Пое и там всякую прочую фигню делать, и, в общем-то, теперь все должно более-менее в стандартный ритм перейти, в том плане, что, например, на этой неделе будут, ну, будет одно видео по Heroes of the Storm, по которому я тоже там две недели не делал видео, потому что у меня на это просто не было времени, чтобы поиграть за какого-нибудь героя, научиться за него играть, разобраться в нем, и потом еще и видео сделать по этому поводу. Ну, в общем, да, завтра будет видео по героям, ну и все остальное достаточно стандартно. Ну, поскольку я больше месяца не делал подкаст, то я буду говорить о том, что происходило около месяца назад, для начала, и около месяца назад мне захотелось поиграть в какой-нибудь шутер сингловый, и я вспомнил, ну, не то, что вспомнил, я знал, что эти два шутера есть, но, в общем, есть два шутера, были, два шутера, которые я, мне хотелось как бы пройти достаточно долгое время, но все руки не доходили. Один из них это Shadow Warrior, который вышел еще давным-давно, я на него сделал видео, когда он вышел, поиграл после этого еще совсем немножко, и потом как-то забросил, потому что там то ли что-то еще вышло, то ли просто еще какая-то фигня случилась, ну, в общем, я просто перестал в него играть. И изначально он мне понравился очень, до того момента, как я перестал в него играть, в общем, мне все нравилось, но, опять же, потом что-то, почему-то я в него перестал играть. Ну, и сейчас я решил, что стоит его допройти, тем более, там, на Е3 показали вторую часть, у меня есть кооператив, и вообще она выглядела достаточно интересно. Так что я его скачал, начал заново, потому что я не помню, что там вначале происходило, и, в общем-то, за пару дней я его прошел до конца. И, в принципе, по сути, все, что мне нравилось, я уже до этого видел. Примерно с того момента, как я перестал играть, он начал так, не то чтобы резко скатываться в говно, но, в общем, после этого он как-то все хуже и хуже становился. В основном не потому, что он становился хуже, а потому, что он, скорее, не становился лучше, в том плане, что там очень не хватает разнообразного и интересного какого-то оружия, интересных врагов. То есть, по сути, во всей игре там, не знаю, один вид обычных врагов, ну, два вида обычных врагов, и несколько видов таких мини-боссов, которые очень толстые, их там тоже вида три, наверное. И с оружием тоже есть некоторая фигня, то есть, оружия в игре много, но оно все какое-то абсолютно унылое и неинтересное, то есть, что там есть? Там есть меч, который офигенно достаточно сделан, и им удобно пользоваться, ну, в большинстве случаев этих всех мини-боссов все-таки мечом убивать не очень удобно. Но против обычных врагов меч работает хорошо, он хорошо реализован, им удобно атаковать, там у него есть всякие разные атаки и всякая прочая хрень. Да, меч хорошо сделан. Большая часть остального оружия, она не бесполезна, но просто какое-то все неинтересное. То есть, пистолет, который там, ну, он убивает с одного хатшота врагов, и не убивает с одного нехатшота, и он достаточно точный, средне-скорострельный. Все, пистолет. Потом пистолет-пулемет тоже, он скорострельный, ДПСный, но не очень точный. Арбалет, вот, интересное оружие, потому что ему можно купить апгрейд, что его можно будет заряжать, то есть, чем дольше держишь кнопку, тем больнее он стреляет. И, в принципе, с этим апгрейдом он становится практически лучшим оружием в игре, потому что он обычных врагов убивает с одного, необычных врагов убивает, там, с нескольких попаданий, но все равно достаточно быстро. И совсем уж боссов он немножко дольше убивает, но их все долго убивает, и это тоже еще одна проблема. В общем, я с этим арбалетом большую часть игры бегал. Просто, если я не хочу использовать меч, то я включаю щит, который обилка, который снижает входящий урон. Беру арбалет и просто всех расстреливаю заряженными болтами. И никакие даже апгрейды ему не нужны, у него там был, по-моему, на увеличение количества патронов в магазине апгрейд, при том, что у него изначально их 16, при том, что он убивает с одного большую часть врагов. И второй апгрейд у него был на какие-то взрывающиеся стрелы, которые, я не знаю, я не стал его брать просто. Наверное, они были бы хорошими. В общем, с этим арбалетом я бегал большую часть игры, и все оружие, которое подалось после него, оно какое-то не очень. То есть там есть шотган, который, ну, он эффективен чуть-чуть дальше, чем меч, но при этом он эффективен только против обычных врагов, которых можно издалека убить арбалетом, или сделать шаг вперед и убить их мечом. Ну, наверное, нет, он против врагов со щитами еще более-менее, шотган. Так что это единственное его применение, наверное. Потом был огнемет, которому я вообще не нашел никакого применения, потому что он эффективен на тех же примерно дистанциях, что и шотган, но шотган лучше. Зачем огнемет нужен, не ясно. Потом какой-то... Было там еще что-то? Ракетница там была? И ракетница, она исключительно против вот этих вот мини-боссов всяких. Ну, потому что на обычных врагов не хочется тратить ракеты просто. И, по-моему, даже больше там никакого оружия не было. То есть получается пистолет, автомат, арбалет, ракетница, огнемет и шотган. И все. И из всего этого огнемет абсолютно бесполезен. Ракетница только против крутых врагов. Пистолет и автомат так себе. Остается... Что? Шотган в редких ситуациях. Арбалет против всего. И меч тоже против всего. Все остальное оружие как-то оно либо не нужно, либо нужно, но очень редко. Ну и апгрейды на все это оружие есть, но они не делают его сильно интереснее. То есть там на пистолет апгрейд, ему повышает скорострельность. На автомат апгрейд... Ну, из тех, которые что-то интересное делают, они просто там урон прибавляют. В общем, на автомат апгрейд это дуал вилд, который просто в два раза повышает ДПС. И это все, что он делает. Ну и расход патронов. На арбалет там есть заряженные болты, есть взрывные болты. На шотган ему еще можно два ствола приделать. Там изначально двустволка. Можно ее сделать четырехстволкой. И еще один апгрейд это возможность стрелять из всех стволов сразу. Ну, как-то тоже не очень интересно. Огнемет я вообще не помню, что там у него было из апгрейдов. И на ракетнице многозарядная система, что можно зарядить все три ракеты и сразу их выстрелить. Там у него три ракеты в магазине. И плюс, по-моему, еще лазерное наведение или что-то подобное. В общем, оружие мне там совершенно не понравилось своим... Не то, что отсутствием разнообразия. Оно, конечно, разнообразное. Но это просто какой-то абсолютно стандартный набор, кроме огнемета. Но огнемет при этом абсолютно бесполезен. С врагами тоже похожая фигня. Потому что там есть один тип врагов, который везде, как основные враги. И кроме них из обычных врагов там что есть? Камикадзе, летающие, те же самые обычные враги. И чуваки со щитами, которые как бы где-то между обычными врагами и мини-боссами. Потому что они очень толстые, у них щиты. То есть сами по себе они не очень толстые, но у них щиты. И, в общем, все. То есть, по сути, четыре вида врагов в игре. Причем... Один из них это другой такой же вид, только летающий вроде как. Ну, по крайней мере, визуально это так. По всяким атакам там они немножко другие, наверное. Мини-боссы. Их три вида. Некромант, который постоянно сумонит всяких скелетов. Здоровый чувак, который притягивает и... Еще что-то там делает, фаерболами стреляет. И какая-то там чарджащаяся собака-быкоподобная хрень. Три вида таких вот особых, особо крутых врагов. И они все абсолютно неубиваемы. То есть, серьезно, там по любому из них нужно стрелять, наверное, минут 15, чтобы его убить. Возможно, я чего-то не понимаю. Но каждый раз, когда я их встречал, это просто было... Я стою и стреляю в него. И через там несколько магазинов из арбалета. Или что-нибудь примерно такое же. Оно умирает после этого. В общем, это тоже очень доставало. То, что эти враги, они где-то с середины игры начинают просто лезть повсюду. То есть, они не как мини-боссы идут. А как вот в каждую комнату заходишь. Там спавнится, не знаю, там десяток обычных врагов. И один вот этот вот мини-босс. И этого мини-босса убивать раза в три дольше, чем этот десяток обычных врагов. Потому что он просто супер толстый. Он не опасный. Ну, немножко опасный. Но он супер толстый. Особенно эти собакобыкоподобные хрени, которые чарджатся. Потому что их еще и... Они мало того, что очень толстые. Они примерно такие же по толстоте. Но они еще и получают урон только сзади. То есть, нужно дождаться, пока оно чарджнется. Увернуться. И стрелять в спину, пока оно мимо пролетело. Или там врезалось в стену. Или еще что-нибудь сделало. В общем... Да. Но все, в принципе, было бы не так уж плохо. Потому что, ну... Мини-боссы слишком толстые. Это, конечно, небольшая проблема. Но все-таки это терпимо. Разнообразие оружия. Ну... Тоже терпимо. Что меня немножко больше напрягло, это то, что игра очень затянута. То есть, конкретно, если бы на прохождение у меня ушло, там, не знаю, часов шесть, я был бы счастлив. Это был бы не супер хороший шутер, но адекватный шутер. У меня сейчас в стиме написано, что я потратил 15 часов на Shadow Warrior. До того, как я его сейчас вот прошел за один раз, я немножко играл, когда делал в чем суть. Давным-давно. Но, допустим, я на это потратил тогда, может быть, часа два или три. То есть, как минимум, 12 часов на игру. Что, в принципе, должно быть хорошей вещью. То есть, как бы, там, не знаю, все жалуются на Call of Duty, что она там 4 часа и все тому подобное. В общем, короткие кампании. Но, блин, когда они длинные, затянутые и унылые, это, по-моему, хуже. Потому что короткая кампания, она хотя бы не успевает надоесть. Здесь она очень сильно успевает надоесть. И, в общем-то, к концу я уже просто надеялся, что оно скоро закончится, а оно все не заканчивалось и не заканчивалось. Но, в целом, первая половина игры мне понравилась. Вторая половина мне не понравилась, потому что там то же самое, что и первая. Потому что даже все вот эти вот мини-боссы и особые враги, в общем, все это, оно появляется где-то в первой половине игры. То есть, начиная где-то с середины, там ничего нового, кроме полноценных боссов, не появляется уже. Ну и, может быть, там одно оружие, а ракетница где-то под конец уже попадается. И, получается, пол игры воюешь с одним и тем же, только в разных декорациях. Декорации, в принципе, хорошие. То есть, визуально уровни достаточно хорошо выглядят, но в них тоже есть та же самая проблема. Потому что там они хорошо выглядят, но они очень однообразные. В том плане, что, как это сказать, один и тот же уровень, он состоит из кучи одинаковых залов, скажем так. То есть, там за первые пару уровней я один и тот же практически одинаковый бамбуковый лес видел, наверное, раз пять. И он абсолютно, ну, он не абсолютно одинаковый, там немножко по-разному коридоры сделаны в этом лесу. Да, лес с коридорами. Ну, в общем, повторяющиеся не то чтобы куски уровней, но темы уровней, скажем так. То есть, с одной стороны, это логично, что если там эта локация где-то в лесу, то постоянно будут то какие-то там более-менее открытые пространства, то лесные коридоры. Но их слишком много и они слишком одинаковые. И это в некотором роде проблема. Так что Shadow Warrior, ну, он неплохой. Я не могу сказать, что это плохая игра, но она могла бы быть намного лучше, если бы она не была такой затянутой и была бы немножко разнообразнее. Но, в принципе, из того, что я видел о второй части, то есть те трейлеры, которые я видел и все тому подобное, выглядят намного лучше. А, и еще одно, это обилки вот эти вот магические и атаки мечом. Тоже все очень скучно и неинтересно. То есть, что там было из обилок. Отталкивание врагов. То есть, вперед, и они там отталкиваются, и что-то еще с ними делается. Стан врагов. Щит, который самый полезный, потому что можно его включить и почти не получать урона вообще, если он полностью проапгрейджен. И лечение. То есть, четыре обилки, из которых я использовал две. Лечение и щит. Остальные две я один раз попробовал, и на их применение уходит дольше, больше времени и сил, чем я получаю от их применения. То есть, там, оттолкнуть ближайших врагов? Зачем? Я могу их просто либо там ударить мечом, либо выстрелить в них из шотгана. Это эффективнее работает. И застанет врагов в линию, ну, на всяких боссов оно не работает, а остальных врагов я, опять же, могу точно так же просто убить. Атаки мечом то же самое. Там какие-то четыре, по-моему, разных атаки, из которых одна очень хорошая, которую дают с самого начала игры, которая вперед по линии всех дамажит. Ну, это специальные атаки магические, как бы. И еще одна более-менее адекватная, которая крутилкой всех вокруг дамажит, но она медленная. В том плане, что пока эта анимация закончится, можно было бы их всех просто руками нарубить без этой анимации. И еще какие-то две, которые просто довольно бесполезны. Или даже какая-то одна. По-моему, одна еще есть, которая просто бесполезна. То есть в этом плане тоже ничего интересного и почти все еще и бесполезна. В общем, разнообразия не хватает, и в целом мне Shadow Warrior не настолько понравился, как он мне понравился изначально. То есть первая половина игры очень неплохой была. Потом какая-то фигня случилась. Печаль. Но есть еще один шутер, в который я до этого момента не играл. И это экспансион стендалон на Wolfenstein последний. The Old Blood. Его я тоже прошел. И в целом он очень даже ничего так, но с тем... С той поправкой, что обычный новый Wolfenstein мне понравился намного больше. The Old Blood, он приквел, он во время... Ну, как бы ты альтернативный к Второй мировой в 46-м году. И, в общем, там нет никаких, не знаю, там лазеров и нацистов на Луне, что немножко делает игру более унылой в этом плане. Но зато там есть стандартные классические Wolfenstein темы, оккультизм всякий, там зомби. Это, конечно, небольшой спойлер, но пофиг. В общем, всякая такая фигня. И всякие зомби и оккультизм, это, конечно, хорошо, но при этом немножко не хватает всяких лазеров и лунных нацистов. Да. Ну и в целом как-то оно просто немножко менее интересно, чем оригинал. Но немножко менее интересно, это намного лучше, чем Shadow Warrior, который к середине игры стал абсолютно унывым. Так что в целом Old Blood мне понравился, но меньше, чем New Order. Там было как-то все повеселее и поинтереснее и больше. Сейчас, кстати, гляну. Потому что Old Blood я прошел за 6 часов, судя по стиму. Скорее всего, немножко меньше, потому что я его, скорее всего, в какой-то момент оставлял включенным, пока там куда-нибудь отходил. Так, где у меня New Order, который я прошел за 12 часов. То есть в два раза примерно, короче, Old Blood получается. Ну и, в общем-то, хрен с ним. Короче, не значит хуже. Он тем более еще и дешевле вроде бы. И он мне, в общем-то, понравился. Но, опять же, оригинальная игра мне понравилась больше. И я не знаю, либо они что-то с оптимизацией сделали, либо что-то у меня с драйверами случилось, или там еще что-нибудь. В общем, работает Old Blood намного лучше. У меня там практически, не на максимальных, но на высоких, по-моему, настройках, 60 FPS практически стабильнее было, в то время как в New Order мне приходилось убирать немножко настройки. И, по-моему, даже не немножко, а довольно сильно. Хотя, возможно, нет. По-моему, мне приходилось убирать там на средний или даже на низкий ставить, чтобы 60 стабильно было. Но это было давно, так что я не совсем уверен. В общем, Wolfenstein достаточно хороший. Единственное, там вот эти вот снова, как и в New Order, что там есть эти пасхалки с уровнями из оригинального Вольфенштайна, с которыми примерно та же проблема, что и с Shadow Warrior. Они абсолютно унылые. Я два прошел, и остальные я просто не трогал, потому что там в каждой главе игры и там есть одна такая вот эта вот пасхалка с этими уровнями. В принципе, я уже на второй хотел вырубить это все и никогда больше не играть в нее. Но в основном это проблема того, что... Ну, это проблема того, что Вольфенштайн оригинальный вышел в каком-то там, в 90-м году, в 91-м, я не помню. В общем, когда-то очень давно, и на сегодняшний день он не очень хороший с его абсолютно унылыми, неинтересными уровнями, которые, мало того, что унылые, неинтересные, в них еще не поймешь, куда идти, потому что все везде одинаковое. Ну, что поделать. Ну, в целом, опять же, Вольфенштайн хороший. Очень даже хороший. Что сама игра, что экспансион, но экспансион как-то мне неинтересный. И босс финальный, блин, босс финальный вообще мне не понравился совершенно, потому что повсюду спавнятся враги, с которыми нужно разбираться, от босса еще нужно уворачиваться, и босс еще и его хрен убьешь. Я так и не понял, что там... Там нужно стрелять в какие-то его уязвимые точки? Ну, в какие-то. Я знаю, в какие. Но, в общем, это очень неудобно, потому что он постоянно двигается, и вся фигня, и... Проще всего для меня было просто ракетами его расстрелять, но ракет мало. И если особенно часто промахиваться, то ракет не хватает. В общем, босс финальный мне не понравился, в остальном игра более-менее. Но хуже, чем оригинал. Так что с шутерами такая вот фигня случилась. И, в принципе, у меня все еще есть некоторое желание поиграть в какой-нибудь сингловый шутер, но сингловые шутеры кончились, в которые я хотел бы поиграть. Ну, по крайней мере, современные сингловые шутеры, потому что что-нибудь старое, скорее всего, есть во что я не играл, или не прошел, или еще что-нибудь. Но к старому мне как-то не очень хочется возвращаться. Ну, теперь я жду, пока выйдет остаток Блокмессы, потому что ее я хочу пройти, но я хочу дождаться, пока она выйдет до конца, потому что она не вышла до конца. Ранний доступ и всякая подобная фигня. Потому что Блокмесса — это тоже достаточно интересная штука. Это, для тех, кто не знает, это ремейк первого оригинального Half-Life'а. Не от разработчиков его, а от сторонней группы фанатов, которые изначально его делали как мод, но потом они там с разрешения Valve его выпустили как отдельную игру в раннем доступе в данный момент. Но проблема в том, что, да, его можно сейчас купить, или можно даже скачать в вариант, который мод, там что-то, чем-то оно отличается, я не знаю, чем именно. Но проблема в том, что оно заканчивается немножко не доходя до конца игры. Финальных нескольких уровней там не хватает, и вот когда они доделают эти финальные несколько уровней, тогда я, наверное, это пройду. Я поиграл немножко, когда он только как мод вышел. И в целом мне понравилось, и вообще все было достаточно хорошо, кроме производительности, потому что с оптимизацией там что-то не так было в тот момент. Сейчас не знаю. Ну, хорошо переделывали. Но я, во-первых, во-первых, мне не понравилась оптимизация, во-вторых, я знал, что он не закончен, так что я решил подождать, пока он... Она? В общем, пока доделают. И, возможно, я даже какое-нибудь прохождение устрою, когда... когда доделают. Потому что Black Mesa — это хорошо, и первый Half-Life — это тоже хорошо. Это вообще... В какой-то момент первый Half-Life был одной из моих любимых игр. Я, наверное, в него наиграл больше, чем во всей части Drag Souls вместе, суммарно. Но не столько в оригинальных Half-Life, сколько во всякие там моды и прочее подобное. Но оригиналы я тоже очень-очень много раз проходил. И, естественно, ремейк с красивой графикой, с переделанным левел-дизайном и все тому подобное — это хорошо. Потому что это именно ремейк в хорошем плане. То есть там абсолютно полностью переделаны все локации в том... в том плане, что они не просто обновлены по графике, а именно они переделаны полностью. То есть там некоторые куски геймплея вообще другие. Ну, посмотрим. Когда оно выйдет. Пока что непонятно, когда оно выйдет. Но когда выйдет, тогда и посмотрим. В раннем доступе мне его трогать не хочется. Что еще? Я вообще не помню, что еще происходило за эти несколько недель. Но я помню, что происходило на этой неделе и на прошлой. В общем, я почему-то решил, что я хочу немножко поиграть в каком-нибудь ММО и скачал триалл в Финалке 14, Final Fantasy. И поиграл в нее. И я думаю, если туда засунуть боевку истеры, то будет такая ММО-РПГ, в которую у меня хотелось бы играть. Но без боевки истеры мне в нее совершенно играть не хочется, потому что боевка там напоминает, наверное, Волв. И возможно даже хуже. В общем, я прокачал там двух персонажей до 10 уровня. В общем, совсем немножко поиграл. Но у мага до 10 уровня было 2,5 атакующих спела. Там был огненный сингл-таргет. То есть жмешь кнопку, оно тыкает огнем одного противника. И вешает баф, который повышает урон, но убирает реген маны. Ледяной такой же спел с примерно таким же уроном и примерно таким же эффектом. То есть то же самое, только ледяной. И баф у ледяного спела он повышает реген маны и что-то еще делает. И эти бафы, они друг друга... Они не заменяют друг друга, а сначала убирают предыдущие, потом другой включают. То есть если я кастанул огонь, у меня появился огненный баф. Потом если я кастанул лед, у меня пропали бафы вообще. Если я еще раз кастанул лед, у меня появился ледяной баф. Потом третья моя обилка была это переключать баф с огненного на ледяной обратно с очень длинным кулдауном. Ну, очень длинным это раза в 3 или в 4 дольше, чем то время, которое держится этот баф. Потом следующая обилка был электрический дот, который дамажил примерно по одному хитпоинту в секунду. То есть абсолютно бесполезный. И какая-то... А! На пятой кнопке у меня была хрень, которая дает мне один непрерываемый каст с кулдауном в минуту. То есть я жму пятерку, и я могу один спелскастовать, и если меня ударит во время его каста, он не прервется. После того, как я один спелскастовал, эта хрень спадает, и мне нужно минуту ждать, чтобы еще один спелскастовать без прерывания. Ну, или я могу кастовать все спелы нормальные, и если меня бьют, то есть шанс, что каст прервется. И это, по-моему, все, что у меня было на 10 уровне. И при этом это все довольно убого анимировано. Ну, оно не убого анимировано. Анимировано это нормально, но в том плане, что я там жму 1, жду 3 секунды, пока пройдет эта атака, жму еще раз один, жду еще 3 секунды, потом жму еще раз один. И монстр тоже там меня бьет, потом ждет пару секунд, потом еще раз бьет. Но хотя бы это все анимировано нормально. Потом я создал какого-то воина, лансера, в общем, с копьем какого-то чувака. У чувака с копьем было немножко интереснее в плане количества разных обивок, но немножко хуже в плане их реализации, потому что у меня было 4, по-моему, разных атаки, которые отличались уроном и тем, что одна из них навешивала замедление на противника. Все. То есть там единичка, она наносит, там, не знаю, 10 урона, двойка, она наносит 9 урона и навешивает замедление, тройка, она наносит 11 урона, и четверка, она наносит 12 урона или что-то типа того. И там была какая-то фигня, что если одну из них после другой использовать, то у нее увеличен урон. Но в остальном это все атаки, которые делают абсолютно одно и то же в плане их эффекта. То есть они тыкают противника копьем и наносят ему урон. Что хуже, это то, как это все было сделано в плане анимации и времени действия атаки, потому что время атаки, оно было сильно длиннее, чем анимация. То есть если я просто спамлю одну и ту же атаку или несколько атак, в общем, если я их постоянно спамлю и атакую противника, это выглядело так. Я тыкаю противника копьем, перехожу обратно в анимацию стояния на месте, стою где-то секунды полторы, думаю о чем-то, потом я еще раз тыкаю противника копьем, потом я еще стою секунды полторы на месте и думаю о чем-то. И это выглядело совершенно по-идиотски. Да. Но хотя бы ДПС был повыше, чем у мага. И живучесть была повыше, чем у мага. Но в целом, не знаю, мир достаточно интересный, но это Final Fantasy, там куда уж без этого. Враги всякие разнообразные квесты, стандартно унылые и мощные, но они везде стандартно унылые и мощные. Я не видел ни одной ММО без унылые и мощных квестов. Я даже синглы игры иногда вижу с унылые и мощными квестами. В общем, да. Когда-нибудь, может быть, выйдет ММО, в которую мне захочется играть. Пока что, ну, и в онлайн в какой-то мере, но мне в нее уже не хочется играть, потому что наигрался. Но она просто совсем другая. Там нет унылых и мощных квестов. Вот, одна единственная ММО без унылых и мощных квестов. Там квесты все равно унылые, но они хотя бы немножко другие. И немножко по-другому реализованы. Возможно, я даже когда-нибудь вернусь в Еву. Не знаю. Пока что я вижу постоянно там какие-нибудь... Ну, я слегка слежу за ее обновлением, вижу какие-нибудь интересные вещи, но как-то думаю о том, что я там буду делать, когда я вернусь. И мне резко пропадает желание куда-нибудь возвращаться и что-нибудь делать, потому что делать мне там совершенно нечего. То есть я могу там ранить какие-нибудь миссии или еще что-нибудь делать, чтобы заработать денег, чтобы еще дольше ранить миссии, купить корабль получше, который будет ранить миссии получше. Или я могу попытаться что-нибудь сделать в ПВП, но весь мой опыт ПВП в Еве, он сводится к тому, что я там часа два летаю по лоу и ищу кого-нибудь, кого я могу убить, потому что... Кого я могу поймать и убить. То есть я летаю, допустим, там на каком-нибудь крейсере. Соответственно, если я встречаю какой-нибудь линкор, то я, скорее всего, не могу его убить. Если я встречаю какой-нибудь фрегат, то он, скорее всего, свалит от меня, потому что он быстрее. И, в общем, я пару часов летаю, ищу кого-нибудь, кого я могу убить, потом нарываюсь на эпичный флот, который убивает меня. Все. За... Там я налетал, наверное, в попытках кого-нибудь найти и ПВП-шиться. Я налетал, наверное, часов 30 в Еве. За все это время я один раз почти убил вражеский батлкруизер своим батлкруизером, но потом к нему прилетели друзья, и я свалил. И я один раз более-менее адекватно сразился там. По-моему, мы с другом летали на двух фрегатах, и мы нашли крейсер. И он нас убил, но мы его почти убили. И, в общем-то... Да. И один раз я нашел какого-то шахтера и убил его. Это весь мой ПВП в Еве. Так что... Как-то... В одиночку или маленькой толпой там делать совсем нечего, а большой толпой мне просто не хочется и не с кем, и, в общем... Не знаю. У меня нет особого желания вступать в какие-то там эпичные корпорации, которые воюют в нулях, воюют друг с другом, альянсы всякие создают. Это, конечно, интересно, но мне это как-то интересно со стороны. Потому что, опять же, это со стороны интересно, об этом интересно читать, но в итоге, когда ты в этой корпорации, то все сводится к тому, что ты прилетаешь куда-то в огромную битву и стреляешь по тому, по кому говорят стрелять. И все. То есть там говорят стрелять по какому-нибудь там любой бидон-праймере, влочишь любой бидон и жмешь огонь. И когда-нибудь либо он умирает, либо ты умираешь. В общем, не знаю. Ева, она интересная, но она при этом абсолютно унылая. Да. Но при этом там красивые космические корабли. И красивый, красивый космос, и, в общем, все тому подобное. Что еще? Абдейт террарий вышел, и я в него довольно много наиграл уже. Я сначала немножко подумывал о том, чтобы что-нибудь сделать по этому поводу в плане видео, но потом я решил, что это будет либо совершенно уныло, либо, не знаю, в общем, я не знаю, как это сделать, чтобы оно не было совершенно уныло. То есть я не думаю, что много людей хочет смотреть, как я там копаю шахту четыре часа. Я хочу смотреть, как я копаю, ну, я хочу копать шахту четыре часа. Но смотреть это, наверное, не очень интересно. А если вырезать все это шахтокопание, то это... Не знаю. Это нужно слишком много вырезать. Но в целом апдейт террарии он хороший. Террария вообще хорошая, а с апдейтом она вообще еще более хорошая. Экспертный режим сложный, что там еще. Куча новых предметов, которые... Я не знаю даже, какие там новые, какие там не новые, потому что я в прошлый раз играл, когда только-только вышла версия 1.2. Я тоже там немножко проиграл, увидел большую часть того, что вышел в этой 1.2 и как-то забросил. Потом с тех пор там вышел миллион патчей 1.2, там 1.2.1, 1.2.2, в общем, таких промежуточных патчей, в которых еще там добавили миллион разной фигни. И сейчас вышел 1.3, в которой еще добавили 800 новых предметов. Так что я не знаю, какие из этих предметов новые, а какие старые, которые я просто не видел, потому что я... Ну, для меня они все новые, в общем. Но довольно весело. Но при этом сложно, потому что, блин, экспертный режим не проходим. Ну, он проходим, естественно, но... Он сильно сложнее, чем оригинальная террория. Так что... Да. Что еще? Больше вроде бы и ничего из того, во что я играл или о чем я хотел бы поговорить. То есть, естественно, я играл во все то, о чем я делал и видел. Я... Вот, я еще скачал пару дней назад Black Ops 2. Вновь. Потому что мне захотелось поиграть во что-нибудь в какой-нибудь мультиплеерный шутер. И это было не самым лучшим решением, потому что в Black Ops 2 остались только те, кто в него играл с момента выхода. Так что я... Не то, чтобы никого убить не могу, но... В общем... Не очень хорошо получается всех убивать. Тем более, сам Black Ops 2... Не знаю, он хороший. Он не лучший из серии... Ну, из всей серии, из кого вы ведете, естественно. Но... Почти лучший. Мне намного больше нравился дизайн-карт в Modern Warfare 2. Карты там были офигенные. В Black Ops'е карты намного менее офигенные, потому что со снайперками вообще негде развернуться. Шотганы все убивают. СМГ тоже все убивают. В общем, они как-то... После МВ-2 и первого Black Ops'а во всех Call of Duty карты какие-то слишком маленькие и... Такие, где... В общем, решает оружие ближнего боя в основном. Так что со всякими там снайперками и по автоматическими винтовками особенно не побегаешь. И это меня немножко печалит. Ну и в принципе сами... Сами по себе карты стали немножко как-то хуже. И Black Ops' 2. В нем лучше, чем в МВ-3. В нем лучше, наверное, чем в Advanced Warfare карты. Ну хотя в Advanced Warfare другие проблемы. Но все равно лучше МВ-2 ничего нет. В Black Ops'е в первом тоже вроде более-менее ничего. Так были карты. Ну, в общем... Я зря его скачал, потому что там только... Остались только те, кто умеет играть. Так что мне некого убивать. Что немножко печально. А в Advanced Warfare я не очень хочу играть, потому что он мне как-то... Он сначала выглядел неплохо, но, блин, со всеми этими дабл-джампами и прочим этим паркуром оно слишком быстрое. Мне Call of Duty нравились, когда они были немножко более медленными. Потому что это... Оно как Titanfall. Мне уже не хватает на таких скоростях скилла, чтобы метко попадать по врагам из чего-нибудь, что стреляет относительно точно. То есть там шотганы всякие, SMG, да. А вот из какой-нибудь той же снайперки тут уже проблема не столько в том, что на картах негде развернуться со снайперками, сколько в том, что все носятся со скоростью саника и по ним хрен попадешь из-за этого. Так что такая проблема. Возможно, мне стоит поиграть немножко в четвертый Battlefield. Возможно, он стал лучше, чем он был. Хотя он и был более-менее ничего так, но он был по сути третьим Battlefield. Hardline по сути тоже был третьим Battlefield, так что я его даже покупать не стал. Потому что я из того, что я видел в бете и из того, что я видел на ютубе, я не увидел особых отличий от четвертого Battlefield и ну, от третьего там немножко больше, конечно, отличий, но по сути это четвертый Battlefield только с рискином. Зачем он мне? Не знаю. Ну, то есть, как бы возможно, там сейчас игроков больше, но опять же, не знаю. В общем, может быть, стоит скачать четвертый Battlefield и посмотреть, насколько там жив онлайн и насколько насколько там есть игроки, которых у меня получится массово убивать. Потому что в целом, когда там ну, не там конкретно, а вообще в этих всех шутерах милитари-шутерах я достаточно ну, достаточно неплохо играю. То есть, я не очень хорошо играю, но я играю лучше, чем большинство игроков. В времена MV2 я был в большинстве случаев, когда я играл там где-нибудь на первом или втором месте практически в каждом матче. Причем в некоторых случаях, если особенно наркоманы попадались в качестве врагов, у меня были ситуации, когда у меня там был счет в итоге, не знаю, там 30 убийств, 2 смерти или что-нибудь подобное free for all. 30 там было или 25 врага лимит? В общем, максимум убийств 25 или 30 и там 1 или 2 смерти. при том, что я просто бегал и всех убивал. То есть, там были тактики там, не знаю, засесть на какой-нибудь крыше с подсольным гранатометом и со всеми перками на него, что он получался бесконечным и очень мощным и оттуда всех расстреливать и потом вызвать какой-нибудь там харьер, потом еще какой-нибудь апач и потом ядерную бомбу. Я это делал и получалось и я набил там себе 25, что ли, этих ядерных бомб, чтобы получить значок и забросил, потому что это уныло. Но я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что у меня были матчи, где я просто там бегал, не знаю, с шотганом или с автоматом и без особых проблем набирал счет, типа там 30 на 2 или там 30 на 3. В общем, 10 и больше КДР. Для этого нужно было, чтобы не было кого-нибудь особенно хорошего еще в игре, естественно. Но в большинстве случаев кого-нибудь особо хорошего в игре не было. Но были достаточно часто более-менее адекватные люди, которые хотя бы могли меня там раз 5 убить. Но это было во время МФ2. После этого как-то с одной стороны у меня скил куда-то делался, особенно сейчас, но это в основном связано с тем, что я не играл в Call of Duty пару лет. Ну и как-то не знаю, нубы куда-то делись, которых можно такими толпами убивать. Так что сейчас так не поубиваешь. Ну и опять же, когда все слишком быстро, убивать немножко сложнее становится. В общем, я уже забыл о чем я говорил и к чему я об этом всем говорил. Так что хрен с ним. ну и кроме этого я в общем-то ни во что и не играл практически, кроме того, что у меня есть на канале. Так что да. Я даже не знаю, буду ли я во что-нибудь еще играть в ближайшее время, потому что я сейчас смотрю в Стиме на то, что выходит в ближайшее время и ничего особенно интересного я там не вижу. Что немного печально. То есть даже ничего такого, о чем я хотел бы сделать, в чем суть? Я пока что так на первый взгляд не вижу. Возможно, там есть что-нибудь, возможно, я найду что-нибудь, но пока не нашел. Ну и из того, что в последние дни вышло тоже ничего такого нет. Ну, Card Hunter. Я все еще играю в Card Hunter с двумя друзьями в кооперативе. В общем, Magma Spray веселая штука. Это все, что я об этом скажу. Мои друзья не считают, что Magma Spray веселая штука, потому что они от него умирают примерно так же часто, как и враги, по-моему. Но любые игры, где есть кооператив и Friendly Fire, это очень весело. Вот мое мнение о кооперативе. Ну, в общем, да, действительно, ничего особенного интересного я пока что не вижу в свежевыходящем. И я как-то даже не знаю, о чем мне еще поговорить. Ну, то есть, естественно, я могу там что-нибудь рассказать про Пой или еще про что-нибудь, но это все есть и в видео, которое я и так делаю. Так что, наверное, больше говорить практически не о чем, так что, наверное, я где-то на этом и закончу. Ну, в общем, я не знаю, что я еще буду делать на этой неделе. Наверное, все стандартное. То есть, там, ну, Heroes of the Storm новое видео спустя пару недель без видео об этой игре и там все стандартное, вся стандартная фигня. Может быть, что-нибудь про Payday? Наверное, что-нибудь про Payday? Не знаю, какую-нибудь миссию, может быть, пройду. И все, по сути. Остальное все по расписанию. То есть, что там у меня сейчас? Bloodborne, Dark Souls, который почти закончился, кстати. Наверное, я в следующей серии его закончу и перейду на NG+. И, возможно, там будет более интересный билд какой-нибудь. StarCraft, что еще? Что-то еще я там проходил. по, естественно, каждый день пока что. Какой-нибудь Isaac или Nuclear Throne. В общем, да. Хм, про Isaac. Кто-то мне постоянно советует GodMod в комментах. Я скачал, поиграл и мне совершенно не понравилось. И, наверное, я об этом еще немножко поговорю. Конкретно не об этом моде, а о модах в принципе. Моды это хорошо, естественно. То есть, модификации для игр, моды, которые там что-нибудь у них делают, что-нибудь интересное делают, это хорошо. Но мне совершенно не нравятся моды, которые не делают ничего нового и вместо этого делают что-то с существующим балансом. И в данном случае этот год мод это примерно что-то такое. То есть, там враги сильнее, там врагов больше, там комнаты новые, в которых еще больше врагов. И при этом заодно персонажам стартовый их стартовый предмет поменяли, так что все стартуют с какой-нибудь сраной имбой. То есть, там причем даже не все стартуют с какой-нибудь сраной имбой, там ПВН персонажи стартуют со сраной имбой, а другая ПВН персонажи стартует с каким-то вообще хренью, которая нафиг не нужна и которую подбирать будешь, конечно, в общем, которая никак особенно не влияет на геймплей. И в общем получается что игра вроде бы та же, но в общем враги сложнее, врагов больше, Но при этом и со старта предметов Больше еще и в комнатах с предметами Там их по 5 валяется Ну не по 5, но в общем больше чем Чем должно быть в магазинах еще куча То есть в общем Врагов больше, игра вроде как должна стать Сложнее, но она не становится сложнее Потому что там за ран получается раза в 3 Больше предметов А сами предметы при этом Никак особенно не поменялись, сами враги никак особенно Не поменялись, то есть по сути Это обычный айзек В котором кто-то с балансом сделал Что-то не особенно адекватное И в таком вот плане Мне такого плана моды не особенно нравится Еще один мод, который мне не особенно нравится В который я кстати не так давно Какое-то время играл По-моему даже на этих неделях Это было после предыдущего подкаста В общем Brutal Doom Это первый и второй Doom Ну в общем Любой Doom, то есть первый Doom, второй Doom, Final Doom Любой маппак для Doom В общем все, что на движке первого или второго Doom С измененным балансом Там оружие переделано Враги переделаны Кровь, кишки, вся фигня И баланс там Мягко скажем Отличается от оригинального Doom То есть да, там оружие изменено То есть там допустим Вместо пистолета автоматическая винтовка Из которой можно прицельно стрелять Из которой можно неприцельно стрелять Которую нужно перезаряжать Шотган нужно перезаряжать И при этом Как это сказать В оригинальном Doom Мне очень нравится баланс Именно То есть там у каждого оружия Есть какое-то свое применение Практически у каждого Кроме пистолета Может быть и кулака У монстров есть там Свои какие-то роли И все это достаточно хорошо сбалансировано Здесь это все Намного менее хорошо сбалансировано Я конечно не знаю Может быть оно Случайно было изначально Хорошо сбалансировано В оригинальном Doom То есть может быть там Разработчики Doom Не настолько все планировали И оно просто само так получилось Что все хорошо сбалансировано У противников Какие-то четко заданные роли У оружия четко заданные роли И все так хорошо Сочетается Но в Brutal Doom Все сочетается Намного хуже И в большинстве случаев Там Не знаю Автомат В ближнем бою Лучше дробовика По каким-то причинам Или еще что-нибудь В общем Большую часть игры Я бегал с миниганом Я прошел второй Doom В кооперативе С другом Большую часть игры Я бегал с миниганом Потому что просто Миниган Убивает почти все Без особых проблем Потому что там добавили Хэдшоты Потому что там добавили Еще всякую фигню И по сути миниганом Можно убить какого-нибудь там Барона Буквально за секунду Если стрелять ему примерно Куда-нибудь в голову И при этом к минигану Куча патронов И он Не имеет каких-то Особых минусов Кроме точности На больших дистанциях Ну и В остальном там Достаточно сильно Изменены Некоторые Некоторые вещи Связанные с оружием То есть те же самые Перезарядки Они Немножко ухудшают Большую часть оружия К которым они применены Но миниган Не надо по-моему Перезарядить Я не помню Это было месяц назад Я не помню таких деталей Какой-нибудь там БФГ совершенно по-другому Работает А не так Как в оригинальном Думе То есть по сути БФГ в этом Брутал Думе Это большая Ракетница В то время как В оригинальном Думе Это скорее большой Шотган Какое-то там Новое оружие Ракетница Ревенанты Которые никогда нет Патронов Пушка Манкубуса Которые всегда есть Патроны Из которых себя убить Проще чем врагов Ну в общем Тоже Примерно та же фигня Что Вроде как Дум Но вроде как При этом Баланс Где-то Где-то не там Где он должен быть И такие вещи Мне не очень нравятся Но при этом Есть конечно Хорошие моды Которые В общем Мне нравятся Два типа модов Вообще Очень нравятся Либо это моды Которые меняют Вообще все То есть там Настолько все сильно Изменяется Что от основной игры Ну не то что Мало что остается Но я имею ввиду Что Баланс меняется Не слегка Что игра вроде как Примерно та же Но что-то не так С балансом А настолько что Это достаточно Заметно И достаточно сильно Все меняется То есть скажем Есть мод На вторую Диаблу Который называется Median XL В котором просто Изменены абсолютно Все скиллы То есть там Нет ни одного скилла Из оригинальной игры Есть моды На тот же там На тот же Doom Наверное есть моды На Half-Life Есть моды Которые тоже Меняют абсолютно Все оружие Абсолютно всех врагов Может быть там И все тому подобное То есть получается Как бы другая игра Но не совсем Или альтернативно Мне нравятся моды Которые не трогают баланс То есть если там Какие-нибудь новые карты Это хорошо Если они хорошо сделаны Естественно Но вот такие вот моды Которые Просто как-то Криво меняют баланс Это в большинстве случаев Получается хуже Просто на мой взгляд То есть Модеры Они Иногда могут сделать Баланс лучше Чем разработчики Но Не так уж часто Опять же Это все Сильно зависит от игры То есть скажем Если в игре Изначально какой-нибудь Кривой баланс То могут быть моды Которые наоборот Его исправляют И делают более Адекватным Но Такие случаи Редкость Стаутер Наверное Один из таких случаев И чуть ли не Единственный такой случай Ну и баланс В данном случае Я применяю к синглу В основном Потому что моды Это обычный сингл И баланс Он и в синглплеере Тоже есть И это тоже важная Важная вещь В синглплеере То есть Что такое Дисбаланс в сингле Дисбаланс в сингле Это когда у вас Там какая-нибудь Одна пушка Сильно круче Чем все остальное И возможно Не сильно То есть Ну в принципе Да Просто одна пушка Сильно круче Чем все остальное Потому что Когда оружие сбалансировано Даже если есть Какая-то пушка Которая сильно круче Чем все остальное У нее какие-то Есть ограничения То есть она там Допустим Имеет мало патронов В том же самом думе, если вернуться к тому же первому оригинальному думу. Плазма сильно круче, чем почти все остальное. Но она быстро жрет патроны, они не так часто попадаются. И у плазмы есть, во-первых, ограниченная скорость полета снарядов. Во-вторых, это вот фигня, что когда перестаешь из нее стрелять, она какое-то время не может стрелять снова. Соответственно, короткими очередями из нее стрелять очень неудобно. Если нужно убить много врагов, то прям зажимаешь кнопку и стреляешь, пока враги не кончатся. И при этом, пока ты переводишь прицел с одного врага на другого врага, ты промахиваешься, потому что если перестать стрелять, то время убийства этого второго врага сильно вырастет. То есть пушка, она крутая, но она сбалансирована тем, что у нее проблемы с патронами, и тем, что если перестал стрелять, то какое-то достаточно значительное время нельзя снова начать стрелять. В том же Брутал Думе, по-моему, плазма просто стреляет, как обычный автомат. Только с медленно летящими, ну, относительно медленно летящими снарядами. Так что и этот балансирующий фактор пропадает, остаются только патроны. Ну, с которыми, да, там есть проблемы некоторые. Но все-таки. Ну, опять же, миниган, который, по сути, круче, чем большая часть оружия в игре. В Брутал Думе. Ну, и так во многих модах случается, которые меняют баланс. Ну, вообще, мода — это хорошо. Я, опять же, возвращаясь к Half-Life'е первому, я наиграл в его моды, наверное, больше, чем в Dark Souls. Но это в основном были либо моды, которые... Просто новый набор карт какой-нибудь. Либо моды, которые совсем все меняют. То есть, был, по-моему, мод, который назывался Invasion, который, там, менял все оружие, менял еще кучу всякой фигни. Там был танк, на котором можно было кататься в первом Half-Life'е. И все было достаточно весело. Хотя, сейчас я не знаю уже, насколько это было весело. Тогда это было весело, когда я в него играл. Сейчас, возможно, если я в него поиграю, он мне совершенно не понравится. Я не знаю. Это было, не знаю, 10 лет назад, наверное. Ну, нет, меньше. Но все-таки. Хотя, может быть, и не меньше. Ну, в общем, такие вот моды, это хорошо. Те моды, которые просто что-то делают с балансом, это не всегда хорошо. Ну, и, в общем-то, да. Моды, это такая вещь, которая существует иногда в некоторых играх. Сейчас мало где. Ну, кроме всяких, там, Fallout'ов и Skyrim'ов. К которым куча модов, но к которым в основном моды. Ну, кстати, вот, во всяких Fallout'ах и Skyrim'ах там как раз есть моды, которые меняют баланс. И в некоторых случаях в лучшую сторону. Но это частично проблема того, что там изначально баланс кривой. Частично это из-за того, что там просто очень большое модерское комьюнити. Так что очень много модов. И некоторые из них, они, да. Некоторые из тех сотен модов, которые меняют баланс, они это делают в лучшую сторону. Вроде бы, кстати... Я не помню, что известно о четвертом Fallout'е и поддержке модов там. Вроде как она там должна быть. Наверное, она там будет. Ну, какая была последняя игра от Bethesda, в которой не было поддержки модов? Daggerfall? Ну, от Bethesda в плане разработчика, а не издателя. Потому что, да, они издают всякие там Wolfenstein'ы, в которых нет поддержки модов. Наверное, нет поддержки модов. Я не знаю о существовании поддержки модов Wolfenstein'ах новых. Но они его только издают, они его не делают. Так что... Наверное, там будет поддержка модов. И это хорошо. Ну, окей. Теперь я уже точно не знаю, о чем я еще могу говорить. Так что, наверное, на этом все. Хотя, вот, еще одна вещь. Я вспомню еще одну вещь, о которой я могу поговорить. Стримы. И то, что их нет. И то, что они будут когда-нибудь или нет. У меня в последнее время есть некоторое желание постримить. Но. Во-первых, я точно не буду стримить по какому-то расписанию, как раньше. Потому что это для меня абсолютно неудобно было. Когда я там стримил, там, три раза в неделю в фиксированное время. Если я буду когда-то стримить в ближайшее время, то это будут просто какие-то не анонсированные заранее стримы, которые просто я там буду... Мне захотелось постримить какую-нибудь игру, я запустил и постримил. И все. И перестал, когда захотел перестать. И начал, когда захотел начать. И если я буду такое делать, то я буду кидать там на YouTube какое-нибудь очень короткое видеообъявление о том, что я сейчас стримлю. И все. Ну и, естественно, если вы на Twitch подписаны, то он, возможно, напишет вам сообщение об этом на почту. Он должен написать сообщение об этом на почту, но он этого обычно не делает. Но вообще со стримами сейчас немножко другая фигня, потому что по какой-то причине с того момента, как я переставил Windows в последний раз, у меня OBS отказывается нормально работать. Точнее, он не отказывается нормально работать, но он отказывается нормально работать и при этом не дропать половину фреймов. То есть я пытался им записывать что-то. получается довольно хреново. И стримить им тоже будет в таком варианте получаться довольно хреново, потому что когда я стримлю, он делает абсолютно то же самое, что и когда я им записываю. В общем, сейчас со стримами проблема не в том, что... Ну, частично в том, что мне лень. И частично в том, что у меня не могу найти особенно адекватного времени на это. Но частично проблема в том, что у меня просто физически почему-то не работает нормальная программа. И я понятия не имею, что с ней. То есть как бы система у меня та же. Я ничего не менял. Я просто переставил... Ну, я переставил систему операционную. Я имею в виду, что комп у меня тот же. Я никакие детали не менял. Программа та же, только более новая версия. Но при этом она... Работает сильно хуже по какой-то причине. Настройки примерно те же. Так что не знаю. Если я разберусь с тем, как оно работает, то может быть я когда-нибудь что-нибудь постриму. Но тут еще вопрос в том, что стримить. Какие-нибудь раны за лоста в языке. Возможно. Это единственное, что у меня сейчас... А, нет. Мне две сейчас вещи приходят в голову о том, что стримить. Раны за лоста в языке. И... Возможно, Heroes of the Storm. Просто пока я там... Пока я учусь играть за какого-нибудь героя. Я могу это, наверное, постримить. Или... Ну... Поя я не хочу стримить. Мне не нравилось стримить поя, когда я это делал. Просто потому, что это как-то не особенно интересно. И не особенно, по-моему... Это не особенно интересно стримить для меня. И... По-моему, это не особенно интересно смотреть, учитывая, какие там... Количество просмотров были, когда я стримил поя. Так что не знаю. Я могу, конечно, попробовать стримить какой-нибудь Bloodborne. Причем Bloodborne, скорее всего, у меня получится стримить вообще без проблем. Потому что я его могу стримить не через UBS. Ну или... Я его стримить-то буду через UBS. Но при этом он... У меня весь комп, получается, под UBS отдан. Потому что сам Bloodborne работает на PS4. Так что с ним, скорее всего, не будет проблем. Но... Есть ли какой-то смысл его стримить? Он, по-моему, не настолько интересный, чтобы его стримить. И вообще, сам по себе Bloodborne... Я немножко изменил о нем свое мнение. Потому что, когда я его в первый раз прошел, он мне... Казался чуть ли не лучшей игрой в серии. Сейчас он мне кажется адекватным, но... Хуже обоих дарков. Не столько хуже, сколько просто... Как это сказать? Для первого прохождения лучше, но после этого там реиграбельности сильно меньше. Потому что разнообразия билдов мало, разнообразия оружия мало. И вообще всего мало. То есть... Как бы вы ни играли в Bloodborne, у вас получится милишник, который, возможно, умеет что-то еще. Либо эту их местную наркоманскую магию, либо стрелять из шотгана или пушки, либо ничего вообще не умеет и чисто милишник. Ну и там оружия тоже мало, чтобы этого милишника как-то интересно сделать. В общем, не знаю. Я, конечно, допройду его с пушкой. Потому что пушка это как раз разнообразие. Какое-то она вносит. Но после этого я не уверен вообще, буду ли я к нему как-то вообще возвращаться. Ну и то, что там сделали с мультиплеером, это тоже не очень хорошо. Ну да ладно. В общем, со стримами не ясно пока что. Сейчас у меня есть технические проблемы, которые мешают. И я понятия не имею, что с ними делать. То есть я, наверное, могу стримить в ужасном качестве. То есть если я совсем уберу качество, чтобы OBS там совсем не нагружался тем, чтобы это все рендерить, то да, оно, скорее всего, будет нормально работать, но оно будет выглядеть как говно. Либо я могу стримить прямо так, но оно будет по вайн-фрейме вдропать. То есть будут лаги, скажем так. Но не лаги от интернета, а лаги от того, что процессор не справляется с тем, чтобы все это конвертировать. В общем, не знаю. Я могу попробовать не в 60 FPS стримить, наверное. И, возможно, это вариант. Но, по-моему, у меня даже в 30 FPS какая-то фигня была с этим всем. В общем, не знаю. Я могу попробовать новый комп купить, но это нужно новый комп купить. И это дорого, и не очень эффективный способ решения проблемы. Не работает программа или плохо работает программа. Купить новый комп. Ну, до этого работало. Так что я не знаю вообще, что происходит. Так что особенно не ждите стримов. Если они появятся, то, опять же, они будут не по расписанию. И я не буду о них объявлять заранее, потому что я не знаю сам, когда они будут. Ну, ладно. Теперь уже точно все, что я хотел сегодня сказать. Так что на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я также надеюсь, я смогу сделать еще один подкаст раньше, чем там через, не знаю, два месяца. Ну, спасибо за просмотр. С вами был Айми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok